Привет! Привет! Как дела? Где ты? Я из Украины. Нельзя снимать? Ну, вы произошли к людям и снимаете. Вы же хотите что-то мыслить, а потом снимаете. Простите, я снимаю все, что происходит на митинге. А так же вы на человека направили и снимаете. Ну да, я хотел проинтервьюировать. Я хочу интервью. Я хочу интервью. Я делаю документальный фильм. Мы не знаем, кто вы такой. Я делаю документальный фильм. Они говорят, что им нечего сказать. К сожалению, они не могут давать интервью. Вот и все. Извините. Извините. Люди во всех деревнях, во всех селах коммунисты есть. Другой такой организации нет. И есть в каждом селе, в каждой деревне администрация, которая наполовину... Ну, практически все они за этот олигархический режим. Разрешите вопрос. Переходим к вопросам. Первый вопрос, да. Скажите, пожалуйста, почему в коммунистической партии в течение 20 лет не изменяется руководство? И как вы рассчитываете завоевать поддержку граждан, если вы являетесь примером, как и другие партии, не смены руководства и спекания своих элит и не даете никакого тоже... У вас облуждение. Вы говорите, что не сменяется руководство. Перед вами стоит член Центрального комитета коммунистической партии Российской Федерации. Перед вами стоит член Центральной контрольной ревизионной комиссии КПРФ. Первый секретарь Ростовского областного комитета коломейцев является членом Президиума Центрального комитета. У нас коллегиальные органы, и мы принимаем решение коллегиально. Меня товарищи коммунисты направили для работы в Центральные органы порядка 5 лет назад. То есть о том, что несменяемость это обман, это фикция, это... Вы хотите задать по Зюганову Геннадию Андреевичу. Я лично знаю Зюганова Геннадия Андреевича, я знаю, что это человек, который знает страну, который знает, как вывести ее. И самое, что интересно, это единственный русский, который в, скажем так, крупный политический деятель. Дальше. Кроме Зюганова, кроме Зюганова, ни один из политических деятелей настоящего времени не прогнозировал эту ситуацию и не говорил, не делайте, единственный. И говорил, не делайте это, делайте это, не делайте это, делайте это. Но Ельцин не послушал и развалили страну. И, в принципе, народу дали почувствовать демократию и, скажем, идти в одну сторону. Зюганов сказал, пойдемте в другую сторону. Сейчас народ понял, что надо идти в другую сторону, но опять начинают говорить, это только не за Зюгановым, только за кем. Расскажите, пожалуйста, сколько... Я добавлю сейчас, подождите, посмотри. Заслуга Зюганова заключается в том, что он провел оппозицию, провел партию по лезвию ножа. Он не свалился в соглашательство Ельцинскому и путинскому режиму. И он не свалился в позицию радикальную Лебедя и Прохмена. То есть он провел взвешенную политику. И он сегодня достоин того, чтобы быть президентом нашей страны. Давайте за Путина голосуйте! За Путина! За 20 минут есть кандидат, вы его строите. Ну да. А сколько вы уже находитесь на своей должности в коммунистической партии? Скажите, пожалуйста. Я 23-го буду организатором. Меня никогда не загонят за железную... Вы сюда пришли по одной простой причине. Что пришли комсомольцы и сказали, где Бессонова нету. Что вы не сказали, что мы струсили. Вот и все. Можно вопрос? Один вопрос. Почему вы столько времени... Я не в претензии, я хочу просто понять. Почему вы имея под собой структуру, какой-то определенный опыт работы... Сейчас, сейчас, сейчас. Опыт работы. Почему вы сделали что-то, чтобы вокруг себя объединить людей, которые может быть с чем-то с вами согласен, а с чем-то нет? Ну да, людей много у всех на принципиальной базе вокруг вас. Занимался комсомолом маляров. Знаете такого? Дарья Митина, маляров. Где они? Нет. Глазев был. Где? Нет. И Гошин был. Где? Нет. Богоряков был. Где? Нет. Вот реальная ситуация. Людей подкупают, запугивают, отвлекают. Ну и наход... Зюганов, выходил с инициативой на других лидеров, чтобы объединиться вокруг... Ну, неважно. Ну, НПСР у нас же был. НПСР. Народно-патриотический союз России. Было много. Я говорю на сегодняшний день. По всем путям. История десятилетней давности, она уже другая. Десять лет прошло. Ребята, Шаумяна 42. Дискуссионные клубы. Мы вам свои площадки организуем. Вопросов нет. Теоретических вопросов очень много. Единственное, сейчас какой вопрос. Страну захватили захватчики? Надо сражаться. Так или нет? Организовывайтесь вокруг кого хотите. Организовывайтесь яблоком. Вас заведут дальше. Организуйтесь с теми дальше. Мы организованы такие же люди, как и вы. Мы можем ошибаться, можем не ошибаться. Но мы хотим собрать людей, которые мыслят. Да, мыслят. И предложение. Есть такое предложение? Давайте заниматься. Простите, можно высказаться о торг комитета 4 февраля этого митинга? Я бы хотел просто спросить у вас и в том числе... Почему не занесли листовки? Я хотел спросить у вас. Да. Вы почему не оказываете поддержку гражданам свободным, беспартийным, которые организуют в социальных сетях подобные митинги, которые являются частью общероссийских митингов. Вот, например, партия «Справедливая Россия» пытается оказать поддержку. Все, кто обратились, все помогли. Потому что нас арестовывают. Партия «Справедливая Россия». Вчера партия «Справедливая Россия». Другой организации нет. Решите вопрос. У нас есть в интернете сейчас все это есть. Подала заявление на нашего кандидата от коммунистической партии снятия его с регистрации. Ну, как помогать таким людям? Ну, как? А можно серьезный вопрос спросить? Серьезный вопрос, как депутат в Госдуме. Серьезный вопрос. Как бороться с запугиванием граждан? Потому что четыре дня в интернете запугивают граждан. Посадили человека... Вы помните Фетисова, начальника ГУВД Ростовской области? Он выходил на телевидение перед тем, когда сюда Россельмаш выходил и говорил, я не обеспечу безопасность. Не ходите на митинг. Это всегда было, это всегда есть, это всегда будет. Нет, но это идет конкретное запугивание. УВВ конкретно запугивает граждан. Это правда. Как с этим бороться? Просто нам как граждану? Можно я отвечу на ваш вопрос? Простите. Необходимо иметь с собой всегда видеокамеру и всегда фиксировать все факты запугивания, все факты того, когда на вас звонят кто-то, понимаете? Да, видеокамеры это мощные защиты. И всегда необходимо выкладывать это все в интернет. По-разному ведут себя. Вот без камеры полиция не представится. Будет хамить, держать и дергать. А если вы камеру поставите и культурно попросите, представьтесь, пожалуйста. Здесь у нас уже совсем по-другому будет себя есть. Только камеру будет. Только камеру будет. Только камеру будет. Не, не, организовывайте. Если организация... Если организация есть, то не так страшно. Нет, просто обычные граждане вот четыре дня сажают и задерживают обычных граждан, которые в соцсети заявляли о том, что они хотят сегодня прийти на миссию. Это правда. Письменно, на мое имя заявление. На мое имя письмо. Письмо на заявление. 16-й, я сказал, будет начальник УВД, давайте мы ему эти вопросы в секи-шем. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok